мне еще пришли мысли, как думаете, что добавить историю происходения Персика Хасанского в статью? то, где уведчику получили, какую работу дальше проводили теперь дальше идет так Евгений, это же не просто я сказал, что есть и оппоненты, и есть критики Евгений Градск-Крейс, Леха Железовича, совсем ни при чем Персик-Корейский правдора Давидовна Диковского блога Персик орел в Северной Корее Естественно, образовалось, посадился в посадке в Хакасском районе Приморского края было домашним, получилось посадение по всему Приморскому краю кстати, там же все это к чертой матери и померзло видовое населенное признаки сладкие плоды до 50 грамм двойная аккордевая система удерживая до минус 38 бесснежными зимами считается самым для востока вот дело в том, что здесь нет никакого противоречия ему же надо было знать мою версию то есть я же не изобрел, я же не Господь Бог я же Персик Хасанский не изобрел просто за меня придумали, что я просто взял его где-то нашел в Дальнем Востоке вот он попал в наши края посылки поселок Сизой к бабушке пенсионерке учительнице вот он ее там рос-мерз рос-мерз и когда я до него добрался я за влевший читал Сизой вот в клубе садоводов поверьте, такое было вот там набирался с трудом на стане было и в дне благодарности дали ее адрес якобы у нее есть Персик я этот Персик я увидел в замерзшем виде выкопал из-под снега снегом это по Сизойку наверное нашел маленькую замерзшую веточку это веточка сейчас и уфальная по всей стране включая еще и Украина все там на Украине еще и лучше потому что там она вообще не заглядает вот все таки это Персик вот я добавил процент только благодаря его прививкам на китайскую сливу и на манджурский абрикос удалось дойти до 40 градусов и остановиться дальше вы сами друзья вот это теперь так получается что если даже все это правду я не отрицаю погибли им с тебя нужно Байкалья пускай так будет но ко мне попалась бабушка вот этого церкви удивительный снимок получился ни одного дома а здесь сотни домов ну вот бывает же такое да здесь сотни домов сотни хоть там где я обвожу а сотни домов вот 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 умудриться сфотографироваться ни одного дома вот и вот здесь вот недалеко от церкви ну где-то нет метр пятиста даже выше в горе живота бабушка надеюсь что я сейчас жива прошло 24 года как я там в лекции читал поселки сюда и тогда этот персик привитый на мазурец пошел с первая удачная фотография чтобы не путать моих так сказать кучеников родственников фотографии воруют в интернете по принципу вот 200 их значит 199 присвоили я это проходил вот лучшие мои фотографии несколько десятков украдены сотнями плода питомников это уже проверено на руку пойманы вот теперь значит вы видите мою племянницу Дашу мотовину значит все это правда Финяна не ездила в Крым не ездила на Кавказ это как раз заход Шушенский район вот самого Даши деревья вот так долго рассказывать горькую правду как мне садили 25 гектар и после этого я был вынужден калечить деревья доводить до смерти продавая чем-то типа 52 штучки вот а вот это самая моя первая фотография то что я от бабушки пенсионерки перенес плоды были 10 грамм вот и выходили в зиму зеленые а потом по двое влиял 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 а вот следующее поколение вот тоже такое видите морюхонький но уже желтенький вот а не смотрите на эту дату это я фотографировал в двадцать третьем году фотографию фотографировал то есть бумага фотография где-то годы это 2000-ый год тогда не было этих в то время не было этих фотоаппаратов как сейчас то есть фотографировал отнес в атель фотоателе мне сделали бумажную фотографию в целом я ее перехотографировал вот она теперь она уже светится как бы более снять о цифровом вот вот еще уже получше вот вот у меня первая удачная фотография не смотрите еще раз в двадцать третий год это все это фотографии переснято вот пошло дело пошло дело вот а это вот такая реальность у нас не замерзающие не сели температура воды от 0 до минус до плюс 1 какой бы он ни был ну это атмосфера не греет такая температура воды 0 плюс 11 атмосфера не греет ну немножко хлеба смягчает в легкой встрече доброго трава я посмотрел что вы посоветовали исправить видеофоты которые вы отправили я исправил то что вы советовали добавил немного в статью добавил один из ваших постулатов вот он стать максимальная площадь длится во всем нового садоводства вот и добавил такие абзацы ну-ка посмотрим посмотрим особое ну это университет проявляют люди которые будут обрезать нижнюю скалетную ветку также считая их ненужными колечья двереца делая глостамб высотой 1-2 метра который остается бессащитным против ветров с огромным количеством пробоин виден ранее на кольцо сокра такому штабу продвигается вверх огромным трудом через древо в стволе из розового садов не создавать его правильным в природе может быть дерево составом достаточно высоким в природе но происходит это по той причине что дерево недостаточно солнечного света когда растет возле забора большого здания в тени блощих деревьев и дерево древо останется выше блюда основная масса деревьев с нижними скелетными ветками которые достаточно часто располагаются очень низко это нормально это здраво для дерева хорошо иметь такого друга и такого ученика схватит на лету такая форма храна будет иметь меньше шанс получить повреждения средств этого нельзя создавать искусственный штаб нельзя ни в коем случае делать тежескелетную ветку эта технология прошла с юга и высокие штабы для того я так понимаю не дописано сегодня на 25 июня 24 года три дня назад ураганный ветер если мы видели показали как доставали трупы людей из раздавленных машин которые давили гигантские но искалеченные деревья вот горько рассказывали об этом фактически для журналистов это так сахарная косточка когда есть о чем поговорить а то что вокруг москвы во всей московской области наверняка сотни тысяч плодовых деревьев с высокими штабами были искалечены переломаны или вывернуты с корнями еще корни ни хрена различились корни выращивать для этого дела вот это и есть современная технология статья 3 ну наверное вот на статье 2 мы и закончим имели я право говорить обо всем этом подумал я вот дело в том что вот это моя фотогалерея я показывал не раз вот здесь огромное количество да вот то что вы видели это еще статья но это еще не не окончательная статья а потом была статья сделана на русском языке но ее отказалось печатать и у нас в России хотя среди альтеров есть среди альтеров есть назовем нас консультантами там и русские и украинские это я в России отказались печатать в Украине напечатали вот последствия какие будут не знаю есть немецкий перевод на немецкий ну а кто отправит в Германию друзья помогайте вот все таки это наше российское отечественное достижение пусть автор статьи живет по ту сторону границы в Харьковской области ну что вот 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 есть кстати самый крупный плод хасанского персика сеется видите это так я тут все показывать вам не собираюсь вот вот во всем гораздо мы можем все вот эти вырастить мы я беру себя и моих учеников в данном случае себя вот 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 показать показать какие-то супер сорта красота красота ну это на сегодня бы и хватит мне как-то неудобно я уже как раз это все показывал вот это все показывал 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 сейчас я готовлю вторую статью основы нового садоводства называется тоже будет перевод на аудио а еще есть какие у меня друзья ребята вот если бы вы знали какие у меня друзья вот это бодерс это абрикос который я привез в Украину черенки с ним поделился Борисович вот его почти это уже не задолго до смерти вот я ему книгу подарил это он мне книгу подарил вот такие у меня друзья но это будет еще десятки десятки аудиозаписок все десятки аудиозаписок что вы узнали сказать что вы узнали вы узнали что нужен шаг от науки науке нужен шаг решающий шаг нужно признание нового направления нужно признание что вот так случилось что обыкновенные ребята это железный латинков обошли не обошли а ну просто так получилось что обычно дилетанты это и делают так сказать ну не удивляйтесь это ну Ваяков Владимир господин профессор товарищ профессор ну сделайте второй шаг скажите что это гипотеза не не появились намеки что это гипотеза что существует биополе которое встраивается молекулы это основа жизни на земле это делайте этот шаг ведь за этим последует открытие уже это уже вот у вас два варианта вы опять же на этом канале сказали вас черта уволили ну кто-то должен быть первым а вдруг не уволят вдруг вы этот синхор академик президент академии наук потому что вы уже не вот эту глупую придуманную этими самыми ну тоже академиком но так случилось что вот это глупую что грязная лужа случайно и жизнь это просто проявление грязи которая слепилась в определенном масштабе и вдруг у него появились ротовые отверстия да задница то есть она переваривает пищу и это вот это вдруг раз готовая мало того как каком бреду придумали что она еще будет разделяться эта клетка на две и вторая будет также точно продолжаться а потом разделяться и снова на две и это случайно нету ничего случайного я не призываю бежать в эту в эту самую в церковь нет просто с большим уважением относиться к нам дилетантам так и случилось но мы не виноваты мы открыли сделали вот как бы сделать чтобы вы об этом увидели именно этот вот так и написать обращение к профессору В. Ваякову а вдруг тогда до вас дойдет сделайте второй шаг я вас автора возьму почему почему от вас будет зависеть дальше признать это это значит дальше регенерация органов отращивать руки ноги сердце понимаете все вот на этих словах как говорил стирбис лучше всего запоминается последнее благодарю за внимание не не не